друзья всем огромный привет огромный всем привет друзья у нас сегодня по-настоящему радостное событие к нам должны сейчас привести нашу новую печь обязательно все подробно вам покажем и расскажем но видео сегодня будет немножко не про это а про то как правильно выбрать печь для бани а чтобы не быть великими всезнайками мы расскажем как мы выбирали именно нашу печь для именно нашей вани да вот такие вот мы знатоким ты в лес вообще в кадр это мой кадр что касается нашего конкретного случая то тут для себя мы определились мы выбирали печь по трем критериям во-первых печь должна быть обязательно чугунный во вторых печка должна быть обязательно с закрытой каменкой и в-третьих печка должна быть такая который сможет подтянуть наш семейный бюджет потому что я антону сразу сказал что если эта печка будет стоить дороже чем остекление балкона то наша баня будет без печки такое ведь бывает давайте разбираться во первых почему чугунный печь но то что чугун это самый долговечный материал из всех печей которые можно представить на рынке это само собой это как бы так понятно это даже не интересно интересно второе чугунный печь очень долго разгорается многие это считают большим минусом но для нас это самый главный плюс чугунный печь да действительно она долго разгорается но она еще и долго остывает а так как мы строим не просто баню а домик баню это то что надо нам нужна долгоиграющая печь второй критерий печка закрыты каменкой почему именно такая потому что камни внутри печки они очень долго нагреваются до очень сильных температур и медленно остывает в нашем случае это очень круто ночью не придется вставать и подкидывать дрова еще именно с печкой закрыты каменкой можно получить эффект настоящей русской бани мягкий диспенсный пар ну и третье друзья и это к сожалению тоже очень очень важно печку мы выбрали такую какую сможет потянуть наш семейный бюджет мы конечно могли бы прийти в первый попавшийся магазин купить вот такую вот печку вот с таким слоем чугуна отдать за это 200 или 300 тысяч рублей купить ее в кредит и что какой смысл тогда было записывать это видео разве что похвастаться но это точно не про нас потому что мы хотим чтобы все-таки это видео по вошло в народ и может быть кому-то даже помогло при выборе печи ну что ж мы определились наша новая игрушка печка везуви легенда русский пар 24 это печь чугунная закрыты каменкой и наш бюджет сказал спасибо потому что даже еще осталось в следующем видео мы обязательно возьмем в руки рулетку штангенциркуль везде все замеряем покажем и расскажем везде где только можно почему именно легенда и почему именно 24 допустим вы тоже как и мы ничего не понимаете в печках что вы делаете вы идете в магазин там вас встречает продавец консультант и спрашивает как у вас дела и если этот продавец профессионал он никогда у вас не спросит какой мощности печку вы хотите из какого именно материала она должна быть потому что все зависит от того как вы будете использовать вашу баню и какой эффект вы хотите получить от парения теперь давайте поговорим про объем парилки и про то из какого же материала мне выбрать печь для бани все в принципе очень просто в первую очередь нужно узнать это какой мощности вам нужна печь а мощность печи напрямую зависит от объема вашей парилки давайте его посчитаем на нашем примере и так как же рассчитать объем парильного помещения в принципе все очень просто давайте начертим небольшой планчик в нашем случае у нас получается 2 2 и 2 и высота у нас 2 и 4 перемножаем все это и получается у нас примерно 10 кубических метров кажется все но начинается самое интересное нам нужно посчитать потери потери на которые будет уходить наша энергия от печи у нас будет с теплый пол в парной нет не будет это еще 4 квадратных метра у нас будет окошко с юлей да будет плюс 1 дверь у нас какая будет стеклянная это еще плюс 2 вентиляцию мы планируем делать конечно планируем делать вентиляция будет баста и приточка под печь это еще плюс 1 дальше у нас будет печной портал вокруг печи из кирпича конечно будет страшно но все равно будем делать своими руками это еще один квадратный метр ну и само собой это облицовка печи стены ну может быть мы ее сделаем из камня это еще примерно где-то наверное два а может быть даже три квадратных метра и того у нас получается 22 кубических метра вот именно друзья поэтому мы и выбираем печку легенда 24 18 слишком мало а 30 это с большим перебором 22 кубических метра с объемом парилки мы определились теперь материал мы когда с юлей зашли в интернет открыли так сказать яндекс посмотрели поняли то что оказывается у нас есть 200 производителей печей у каждого этого производителя есть несколько коллекций и в этой коллекции еще три за из десяток печей какую выбрать печь для бани из какого именно материала вот давайте сейчас плюсы и минусы на самом деле в принципе выбор не очень велик можно выбрать стальную печь чугунную печь и конечно же печь из кирпича печи с кирпича мы сейчас не будем брать во внимание потому что во первых в каркасники уже поздно ставить печи с кирпича нужно было как минимум сделать дополнительные свои а как максимум залить новый фундамент ну и потом печь из кирпича во первых нужно найти печника во вторых стоить она будет конечно же космос хотя мне кажется кирпичной печи самые лучшие неважно второе дальше печь из нержавеющей стали в принципе отличный вариант если бы мы строили просто парилку если бы допустим на участке у нас была баня бочка либо мы бы взяли бы и нашу бытовку переделали под баню утеплили бы ее сделали вентиляцию тогда да стальная печка была бы самым отличным вариантом стоит она относительно недешево относительно недорого очень быстро разгорается очень быстро накаляет так сказать парную но очень быстро остывает в нашем случае такая печь не подойдет потому что ну а иначе мне пришлось бы просто ставить будильник и каждые два часа ночью вставать и подкидывать дрова потому что мы печкой хотим еще не просто топить парилку но и отапливать жилое помещение значит друзья 3 по популярности материал это печи из углеродистой стали мы не стали себе выбирать такую печку по одной единственной причине потому что такие печи обычно используются в сауне если допустим у вас нету нормальной вентиляции вы ставите такую печку обкладываете ее камнями брызгайте на них водой получается эффект сауны это совсем не то подробно я об этом расскажу когда мы будем делать вентиляцию потому что мне кажется то что именно вентиляция в купе с печью как раз таки и можно настроить вот эту разницу между баней русской бани и именно финской сауны так что это будет немножко потом ну вот собственно и все мы очень надеемся на то что нам получилось объяснить вам почему мы выбрали именно чугунный печь именно закрытой каменкой как уже сказала раньше июля в следующем видео мы обязательно разберем до винтика нашу печь возьмем штангенциркуль все перемерием ребята я тоже смотрел эти видео про везувий где его пилили мне кажется актеры там немножко переигрывают поэтому мы сделаем немножко все по-честному так что вот так все пойдемте ужинать да мы очень надеемся на то что вы еще и соберем потом в тот же состоянии а иначе это будет фиаско а иначе ребята из везувия напишите пожалуйста мы не слетим с гарантией что мы ее разберем а потом сами соберем пришлите пожалуйста инструкции по сборке да я шучу инструкции есть я видел а сегодня мы будем есть шашлык в очень необычном но популярном маринаде наверное который попробовали все кроме нас маринад на основе кваса классный маринад берем лук нарезаем его полукольцами солим перчим и жмякаем для того чтобы выпустить все соки из него дальше берем имбирь и нарезаем его обязательно крупными кусками он здесь нужен для аромата но не для вкуса свиную шейку нарезаем порционными кусками смешиваем с луком и заливаем квасом квас должен быть обязательно живым мы его покупали в пивном магазине на розлив и Субтитры подогнал «Симон» Так обалденно пахнет мясом с хлебом Для тех, кто не ест хлеб, это самый лучший маринад, мне кажется Знаешь, это можно вечно так стоять Ладно, да Ну нет, надо отхихикаться Готов? Да Ну что ж, спасибо, что досмотрели до конца Дальше вас ждут неудачные дачные кадры А вы подписывайтесь на наш канал В нашу группу инстаграм Там очень много интересного того, что осталось за кадром И пожалуйста, оцените это видео Если оно вам понравилось, ставим лайк Если не понравилось, ставим дизлайк Все, друзья, всем пока Пока-пока Пока-пока Чего ты меня дергаешь? Ну чтобы типа ты сказала последнее слово Пока Ты же неси мне мозг выносишь на эту тему Хорошо, что зарядят Да-ну-ну, зато хуй Это реально? Нереально Красавчик Красавчик вообще Слушай, это мировой рекорд просто Слушай Ты это, болицмейстер То есть это, болицмейстер А, о, вторая серия Тебе в Сочи надо Ха-ха-ха Тебе в Сочи надо Тебе в Сочи надо